Сегодня у нас 15 мая Происходит некое раздвоение, потому что чем дальше, тем больше процент разводов. В некоторых регионах нашей страны, я смотрел по данным статистическим, процент разводов перешагнул 90%, то есть 9 из 10 семей разводится. Все больше и больше звучат разные слова о том, что семья устарела, институт брака это что-то такое из прошлого, какой-то прошлый пережиток, который сегодня не нужен. И одновременно с этим объявляется Международный день семьи. И вы знаете, как все в этом мире масса лицемерия, когда говорится одно, но происходит реально другое. К сожалению, чем дальше, тем больше разводов среди христиан. В России нет таких данных, нет таких, я думаю, исследований, пока нет, среди евангельских верующих, протестантских верующих. Но в той же самой Америке, там посчитали, что процент развода среди христиан, он не меньше, чем среди людей, которые не посещают церковь. И драгоценное происходит то, что в нашей жизни, если мы не будем стоять на истине священного Писания, если мы не будем эту истину воплощать в своей жизни, то разница между нами и миром не будет никакой. И поэтому я хотел бы сегодня открыть книгу «Экклезиаста» 9 главу и в этот Международный день семьи прочитать с вами здесь 9 стих. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. И вот посмотрите, проповедник здесь говорит, что взаимоотношения с женой, взаимоотношения между супругами – это доля в нашей жизни и в наших трудах. То есть строить настоящие прочные отношения – это определенные усилия. Это не бывает само собой. Вот нашел такого идеального партнера, человека, идеально подходящего для тебя, и у тебя вот жизнь счастливая, супружеская жизнь, безмятежная. А у тебя несчастливая жизнь. Почему? Не того нашел. И вот поэтому люди разводятся и ищут того, а процент разводов среди вторых браков еще больше, чем среди первых браков. И вот они ищут второй раз, разводятся, ищут третий раз, разводятся. И так и не находят. Думают, ну вот я такой несчастный в семейной жизни, потому что нет на горизонте подходящего для меня человека. Но в действительности того, кто бы нам идеально подходил, вообще не существует. То есть идеальные-то люди существуют, но тебе они не подходят, потому что ты не идеальный человек. И чтобы в наших отношениях семейных были благословенные дни, Экклезиас говорит, мы должны трудиться над нашими взаимоотношениями. Моя дочь сейчас учится в автошколе, и параллельно она готовится, она в помолке находится, и летом у нее будет в июле месяце свадьба, и она готовится к свадьбе. И знаете, что интересно? Вот получить свидетельство о браке намного проще, чем получить права. Потому что, чтобы получить права, ты должен учиться, правильно же? Несколько месяцев в автошколе учиться, проходить все правила дорожного движения, чтобы ты знал в будущем, что нарушаешь. Нужно все это изучить, потом нужна практика вождения, выслушивать все благие пожелания инструктора, как не надо ездить. То есть ты должен несколько месяцев учиться, потом есть экзамен, который сегодня многие с первого раза не сдают. Нужно еще раз сдавать, еще раз подучиться, еще там не сдал, еще подучился чуть-чуть, еще чуть-чуть там подучился и в конце концов сдал. И вот, когда ты получаешь свидетельство о праве на вождение, что ты думаешь, ой, как вот теперь я могу садиться, но ты замечаешь, что когда люди обычно сдали на права, то они первое время выезжают даже на машине, не во всякое время, а когда на дорогах мало транспорта, правильно же? Потому что они понимают, да, у них есть вот этот документ, но опыта-то еще нет, практики практически нет, и они первые несколько месяцев, они очень аккуратно ездят там, стараются все правила соблюдать, стараются ездить такое время, когда на дорогах не так много машин. А получить свидетельство о браке очень просто. Сдал документы, получил свидетельство. Никаких тебе школ, никаких тебе там обучений, никакой тебе практики там, ничего нет, никаких экзаменов нет. Просто сдал, через пару месяцев получил, все, счастливый семьянин. Вот и получается, что, к сожалению, семейных трагедий больше, чем даже автомобильных аварий, хотя даже с документами, со школой, с учебой, сколько у нас на дорогах всяких происшествий. А когда нет никакой учебы, никакой практики, когда люди думают, что, ну а что тут учиться? Что учиться? Сел в семейный автомобиль и поехал. И на год хватило этой езды. Я помню время, когда у нас в церкви я стоял на сцене и говорил, среди тех, у кого мы венчали в церкви новая жизнь, ни одного развода нет. Все такие радостные хлопали. А теперь я так не могу сказать. И я хотел бы сегодня, вот в этот день семи, поговорить как раз о практических вещах. Сделать такую мини-школу. Вот вы знаете, апостол Иоанн пишет, «Станем любить не словом и языком, но делом и истиной». Я вам хочу прочитать эти его слова из современного перевода. Они звучат несколько иначе. Вот в современном переводе, как это сказано, «Дети мои, наша любовь не должна быть лишь в словах и разговорах, она должна выражаться в поступках». И, конечно, мы понимаем, любовь должна выражаться в поступках. Но то, что наша любовь должна проявляться в делах, не означает, что мы не должны любить словами. Апостол говорит, мы должны любить не только словами, не лишь на словах и в разговорах, но и в делах. Но я думаю, что вы согласитесь, что в семейных отношениях слова, конечно, не должны быть только словами, там говоришь, ничего не делаешь, но слова также очень и очень важны. И поэтому сегодня моя пробовать называется «Станем любить словом». И я хочу поделиться некоторыми практическими советами. Прежде всего, я хотел бы поделиться с вами семью запрещенными фразами в семейных отношениях. Кто из вас состоит в браке? Поднимите руку. Хорошо, спасибо. А теперь поднимите две руки, кто состоит в браке, и в браке он со своей женой или со своим мужем ссорились. Поднимите руки. Все ссорились. Невозможно строить семейные отношения и не поссориться. Правда же? Библия говорит, «Ногими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное». Вот. И вы знаете, некоторые думают, «Ой, вот мы так любили, прям щека к щеке, прям так сидели, а тут поссорились, все, как раньше, уже не будет никогда». Как говорила, я помню, был маленький, говорила, мама моего школьного друга, она говорила, любила такую фразу повторять, она говорит, «Дети, — говорит, — если кружка разобьется, ее можно склеить, но прежней она не будет никогда, остаются трещины, заклеенные». Типа, что если что-то сломалось, все, не чиним. Я жил с такой, как бы, психологией, помню, что да, вот что-то такое сломалось, чинить не надо. Но в Священном Писании Бог говорит, что вот то, что мы пели сегодня в последнем псалме, милость Божья, она велика, и Бог может восстанавливать, не просто склеивать, но делать просто новое творение. И Бог может обновлять, освежать и чувства, и отношения. Поэтому не нужно бояться конфликтов и ссор, нужно мудро себя вести во время этих конфликтов и ссор. И поэтому, когда есть трудности, вы понимаете, жизнь и смерть во власти языка. Можно, проходя через ссоры, укрепиться, а можно, наоборот, растерять все, что имеешь. Поэтому сегодня я хочу сказать семь запрещенных фраз семье. Конечно, может быть, скажешь пастору, у меня еще есть фразы. Я делюсь из своего опыта. И сразу предупреждаю, что среди этих слов, среди этих фраз не будет там мат, ругань. Это само собой все разваливает. Поэтому я хочу именно привести такие семь фраз, которые вроде бы такие вот и даже и не хамские, и не грубые, и может быть, даже кому-то кажутся очень серьезными, принципиальными, но в них заложен яд, разрушающий семью. Готовы? Да? Первая фраза такая. Ты никогда не делаешь то, что нужно. Слышали такое? Никогда не делаешь то, что нужно. И хотя вроде бы мы все с детства помним никогда не говори никогда. Ну, говорим никогда. Ты никогда не делаешь то, что нужно. В чем проблема, вот в чем яд этой фразы? А яд в том, что ты начинаешь обобщать. То есть, неужели твой муж за всю семейную жизнь вот никогда ничего хорошего не сделал? Вообще ничего никогда. Даже когда тебе предложение сделал? Или это было самое неправильное? То есть, конечно же, ты понимаешь, нет, ну не то, что он никогда не делает. Ну, вот он сейчас сделал вот неправильно. Вот если сейчас неправильно, так вот вы и обсуждаете, что сейчас неправильного кто сделал. Но понимаете, когда вы говорите, ты никогда не делаешь то, что нужно, то вы от решения конкретной проблемы переходите на личности друг друга. Одна из бед, я убежден в этом, одна из бед нашего народа, мы не умеем обсуждать какие-то отвлеченные темы. Мы со временем, какую бы мы отвлеченную тему не брали, там, что космические корабли бороздят просторы небесных океанов, да, все равно мы как-то, если разные взгляды, мы приходим к выводу сам дурак. И любые, любые темы мы сводим на личности, на личности. Все к себе сводим. у нас, когда мы встречаемся с нашей командой служителей в церкви, разбираем какие-то ситуации на собрании, на ком-то служении, я часто повторяю, сейчас мы не обсуждаем, кто из нас хороший, кто плохой, мы обсуждаем конкретные дела, конкретные мероприятия, конкретные поступки, ты можешь делать ошибки, и эти ошибки надо исправлять, но это не значит, что ты ужасный, ты плохой, ты никогда не делаешь ничего хорошего. Вот когда переходит, вот никогда не делаешь ничего хорошего, никогда не помогал мне, никогда не занимался здесь, то есть вот когда приходит на никогда, тогда все, человек автоматически закрывается, потому что вы не проблем обсуждаете, вы уже его начинаете обсуждать, и он сразу начинает защищаться от тебя, и никогда вот эти продуктивные разговоры со словами никогда не бывают полезными, А приводят только еще большим ссорам, еще большим конфликтам. Поэтому не нужно вот эти слова использовать. Никогда не обобщай. Говори конкретные вещи. Вот что-то неправильно, давай обсудим вот это, что неправильно. Что-то там не устраивает, давай это обсудим. Ну вот так вот, давай поговорим вообще, что ты за человек такой. Об этом нужно было думать до того, как ты давала согласие. Что он за человек такой. Если ты дала согласие, значит все. Конечно же, вы знаете, важно уметь слушать не только, что говорит супруг или супруга, важно уметь слушать еще между строк. Потому что часто люди говорят одно, подразумевают другое. И когда имеешь мудрость, то ты учишься... Вот, например, я как пастор, бывает, слушаю критику, и в основном критика несправедливая. Ну я так считаю. Но когда ты слушаешь даже несправедливую критику, ты можешь даже из ничтожного извлекать драгоценные вещи. Да, может быть, человек предубежден, да, человек говорит с неправильными мотивами, да, такое может быть. Но даже порой из несправедливой критики можно какие-то драгоценные выводы сделать. Поэтому важно уметь, особенно вот в семейных отношениях, учиться слушать между слов, между строк учиться слушать. И не придираться особенно к словам. Поэтому если вот вы приедете домой, и кто не скажет никогда, ты скажешь, а пастор сказал, не говори никогда, ты сказала, все, запрещенные слова. Но я хочу добавить, но даже если и говорят подобные вещи, ну, не зацикливайся на том, как сказано. Пойми, что тебе хотят сказать. Это очень-очень важно. Вторая фраза, запрещенная в семейных отношениях. Вот такая фраза. У нас в семье бывало звучало. Ты такой же, как твой отец. Ну, или вариант. Ты такая же, как мать твоя. Тещу все любят всегда, правильно? Но когда так говорят, это обычно не такая же классная. И ты не такой же чудесный, как твой отец. Тут чаще всего подразумеваются какие-то негативные качества, какие-то вот отрицательные черты. У меня возникает сразу вопрос. Ты такой же, как твой отец. А что в этом неправильного? Вот если на соседа похож, уже хуже. Естественно, человек, воспитываясь в семье, наследует какие-то как положительные, так и отрицательные качества своей семьи. И это совершенно естественно. Поэтому важно, может быть, для кого-то будет откровением, кто собирается вступать в брак. Но если ты хочешь вступать в брак, познакомься еще с семьей своего избранника. Я, конечно, может быть, не совсем согласен с таким выражением, что когда ты нашел девушку, посмотри на ее маму, потому что такой же будет твоя девушка через несколько десятков лет. Может быть, не всегда так бывает, но, безусловно, все мы родом из детства, из семьи нашей, правда же? И ты должен понимать, ты не просто берешь человека, ты входишь в часть какой-то большой семьи. Поэтому глупо обвинять. Ты такой же, как отец. Да, родители передают как свои плюсы, так и свои минусы. И как бы указывать на это, это все равно, что удар ниже пояса. Потому что, ну да, человек вырос в семье, воспитан. Если тебе это так неприемлемо, ну, надо было смотреть до свадьбы, до брака. И, безусловно, вот порой даже дети маленькие, вот сколько я видел таких примеров, вот человек, мужчина, мальчик маленький, да, растет вот в семье, где отец пьет. И он видит вот эту ссоры постоянные дома, ругань, видит пьяного отца. У него внутри такая боль. Он думает, когда я вырасту, никогда не притронусь к бутылке. А он вырастает, начинает пить. К сожалению, вот эти вещи, они как бы на подсознательном уровне передаются. И чтобы освободиться, в том числе, от каких-то негативных вещей, от этих проклятий, которые словно преследуют из поколения в поколение, необходима, конечно же, определенный труд. И тут важно не оскорблять человека, с которым ты живешь, а помочь ему. Помочь ему избавиться от этого. Но если ты начнешь говорить такими фразами, то опять-таки, это мало что поменяет, а человек просто, напросто закроется. И вот с этим связана третья запрещенная фраза в семье. Тоже, кажется, такая вроде бы, ничего в ней нет ядовитого, но это очень опасная фраза. Смотрите, третья фраза. Ты совершенно не меняешься. Вот в этой фразе заложен стопроцентный рецепт несчастного брака. Если ты в своей жизни поставил цель быть несчастным в семье, запомни и запиши себе, начни менять своего супруга. Вот, или супругу. Вот, начни менять, сразу ты будешь несчастен и ничего у вас, конечно же, не изменится за всю вашу жизнь. Почему? Потому что поймите, ты никогда не изменишь другого. Ты можешь только сам измениться. У нас, я помню, в семье такая вещь произошла однажды. Вот, когда мы поженились, у моей жены было такое прекрасное качество, которое она с годами утеряла. она никогда не упорствовала, если была неправа. Она легко просила прощения, извинялась, и я, любящий муж, всегда ее прощал. но я обратил внимание, что с годами она как-то стала выкручиваться. Все понимали, кто виноват, но она выкручивалась, и из этого становилось еще неприятнее. Потому что если человек выкручивается, он не понимает, что он неправ. Если он не понимает, что он неправ, он не просит прощения. Если он не просит прощения, как я его прощу? Никак. Я думал, что же с ней такое произошло? Что же с ней случилось такое? Почему она утеряла это прекрасное качество, которое было у нее, когда мы познакомились? И тут я обратил внимание, что я являюсь пастором церкви, порой нередко ораторское искусство, использую дома, чтобы показать, что я не виноват, я прав. Я вдруг увидел, смотри, ведь ты же выкручиваешься? Я да, выкручиваюсь. Так и она, как любящая жена, научилась этому у тебя. И вы знаете, тут есть такая проблема. Мы есть вещи, которые мы с удовольствием прощаем себе, но мы не терпим, если это будет у другого. Вот например, есть такие люди, вы знаете, вот если кто-то опаздывает, они просто негодуют, да как ты смел, я там тебя жду уже три с половиной минуты, в чем дело, но при том сами они с удовольствием опаздывают и только попробуй им скажи, что ты опоздал. Понимаете, да? И вот точно так же в семейных отношениях. И когда я эти вещи увидел, я понял, вот посмотри, жена подобно мужу своему, хочешь изменить ее, конечно, Господи, меняйся сам, а вот это не хочется. Но пойми, можно изменяться и менять другого, как в плюс, так и в минус. Не нравится, что ты научил ее выкручиваться? Научи ее признаваться, как? Не обвиняй ее все время, а когда ты признаешь сам свои ошибки, вы понимаете? Вроде бы простая вещь, но, к сожалению, многие семьи не понимают этого и начинают, ты совершенно не меняешься. Да хоть заговоритесь, меняешься, не меняешься, хочешь изменения, начни меняться сам. Четвертая фраза тоже в нашем народе она, к сожалению, популярна. Ну, может быть, в других тоже, не знаю. Ты загонишь меня в могилу. У вас бывало такое? Загонишь меня в могилу. Вы знаете, вот если говорить словами Уильяма, нашего Шекспира, весь мир театр, а мы в нем актеры, то часто в семейной жизни так и норовим сыграть трагическую роль. Причем, вы знаете, вот такие фразы начинаются вот такие трагические. Вот ты чувствуешь, что конфликт, и вы не понимаете друг друга. И хочется на себя одеть такую роль, и вот такие слова найти, чтобы он понял. И люди, не замечая, начинают актерствовать. И вы говорите такие фразы, ты загонишь меня в могилу. Обычно это не работает. Ну, у нас в семье точно не работает. Потому что обычно, когда кто-то начинает играть трагическую роль, другой начинает играть комическую роль, начинает подзуживать этого человека. И вместо драматического эффекта, потрясения, какой-то не тот эффект приходит, какой-то смех приходит. Вроде говоришь про могилу, смеются над тобой. Поэтому обратите внимание, очень важно понять. Во-первых, те, кто говорят такие фразы, а такие фразы любят еще мамы детям говорить, ты что-то учишь, учишь его, он не понимает, ты меня в могилу загонишь. Я за свою жизнь заметил, что кто говорит такие фразы, обычно переживает всех. Во-первых, живут они долго. Поэтому эти, в принципе, фразы, они так слабо работают, что как-то не веришь этим фразам. Во-вторых, вы понимаете, игра всегда мало убедительна, потому что никто тебя не знает так, как твоя семья, правда же? Вот меня никто так не знает здесь, я и думаю, слава Богу, кроме так, как знает меня моя жена. Никто не знает, знает со всех сторон. И когда тут начинаются какие-то такие игры, то другой отлично понимает. театральность не решает проблемы. Поэтому запомните, даже если тебе кажется, что вы в отношениях столкнулись с проблемой, которая тебе кажется, мы не сможем ее решить. Не нужно говорить вот эти фразы, нужно вспомнить другие фразы из Библии. А Библия говорит, что Бог никогда не допускает искушений сверхсил. То есть, если ваша семья столкнулась с этой проблемой, то есть шанс, что кончится не могилой. Понимаете? И вы должны в это верить. И все скажут Аминь. Следующая фраза, пятая фраза, тоже очень распространенная фраза, это только твоя вина. И хотя вроде бы мы все понимаем, что в любой ссоре виноваты оба, обе стороны, как муж, так и жена. Но вот сидит в нас с Эдемского сада, вот это какое-то побуждение выгораживать себя и всю вину сваливать на другого. Как Адам, который был там главой в отношениях, и поэтому Бог с него сперва спрашивал, не с того, кто первое яблоко сорвал, а с него, как с головы. На что Адам сказал, Господи, ты дал мне жену, я не виноват, пришел с работы, устал, что приготовила, не разобрал. Или еще любят мужчины так это место трактовать, Адам все понял, что это запретный плод, но он так сильно любил Еву, что не хотел, чтобы она одна умерла. любовь к Еве привела его, что он сказал, да, я бы, Господи, никогда не ел, ты знаешь, но из-за нее придется страдать обоим и съел. Вот так вот. В принципе, хороший вариант, но все равно виноваты всегда оба. Нельзя сваливать только на одного, да, и потом Ева, да, Ева говорит, а ты что? Ну, женщина, она, как всегда, что сделала? Скопировала мужа, правильно? Им было сложно, сейчас дети есть, можно на детей свалить, дети есть. И, к сожалению, я нередко встречал в церкви ситуацию, когда родители в своих ссорах перекладывали вину на детей. Вот если бы ты не был таким непослушным, мы бы с мамой не ругались так часто. И эти дети вырастают с грузом вины, что чуть ли не они главная причина того, что их родители развелись. Ну, у Евы такого не было. Она сказала, господи, ну, видишь, какой зоопарк вокруг вот. Ты создал меня такой разговорчивый, мужа не было, я хотел поговорить, со змеей пришлось. И вот это перекладывание на другого, только ты, только ты, опять-таки, это непродуктивно. Чем это все заканчивается? Потери Эдемского сада. Вот когда ты будешь полностью уверен в том, что виновата именно она и только она, знай, Эдем в ваших отношениях теряется. Это очень ядовитая и опасная фраза. Шестая фраза, шестая фраза тоже используется очень часто как такой последний аргумент, чтобы убедить его или ее. Ухожу от тебя, развод. Вы знаете, что интересно, сколько я как пастор не консультировал пар семейных, вот когда на пике конфликта кто-то из супругов такое говорит, развод, он, как правило, совсем не хочет и не подразумевает, что развод будет. Зачем говорить? Говорит, чтобы напугать. но тут происходит другой эффект. Библия учит жизнь и смерть во власти языка. Когда мы начинаем использовать вот такие крайние запугивания, мы впускаем вот эти слова ухожу от тебя, развод, мы впускаем в наши отношения и наши отношения пропитываются от этой отравой. Поэтому вот я помню, мы когда с Дианой женились, мы приняли решение, как бы ни было трудно, как бы мы не ссорились, пусть мы убьем друг друга во время ссоры, но развод не скажем, потому что это убийственное слово. И не говори никогда то, что ты не имеешь в виду. Вот я, конечно, этого не имею в виду, но я скажу, чтобы он понял. Эти слова, они приводят не к пониманию, а наоборот к убийству отношений. Ну и последняя, седьмая фраза, запрещенная в семье, говорить с тобой бесполезно. Обычно после этой фразы супруги переходят в стадию молчания. Переживали подобные вещи? Люди закрываются и начинают молчать. И все дело в том, что необходимо говорить, чтобы решить проблемы. Когда люди молчат, может быть, иногда, и стоит чуть-чуть помолчать, но Библия учит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Я вот по своей жизни, по жизни многих других семейных пар убедился, когда ссора из одного дня перетекает в другой день, то она не ослабевает, а наоборот становится какой-то еще более сильной, что ли. И бывает, вот когда я говорил с некоторыми семейными парами, такие ситуации, когда у людей уже хронически неприязнь, хроническая ссора, и они даже не помнят, с чего началось это, что послужило началом конфликта, они не помнят, они забыли. Но когда эта ссора переходила изо дня в день, изо дня в день, укрепленная вот таким молчанием, не просто молчанием, а таким агрессивным молчанием, а молчанием, пропитанным ненавистью, то в конце концов забываются причины, и вот эта сама боль живет в семье собственной жизнью, и ссора становится хронической, то есть это не то, что люди живут счастливо, и иногда у них конфликт, наоборот, люди живут несчастно, и иногда у них какие-то примирения ненадолго, а потом снова конфликт, взаимная молчанка игра, и ненависть при этом, поэтому Бог нам дал слова, Бог нам дал слова, для того, чтобы мы в том числе решали трудные, запутанные ситуации, вот эта вот молчанка, это прямой путь к развалу семьи, и очень важно понять, нельзя позволять сегодняшним проблемам, сегодняшним конфликтам между нами переходить в завтрашний день, потому что таким образом проблема будет только серьезнее, и вот эти вот семь фраз, ты никогда не делаешь то, что нужно, ты такой же, как твой отец, ты совершенно не меняешься, ты загонишь меня в могилу, только твоя это вина, ухожу от тебя развод, и говорить с тобой бесполезно, вот эти три фразы, которые очень часто используются в отношениях, но они совершенно убийственные фразы, обычные вещи, казалось бы, разрушают большую любовь, как написано в книге песни-песней, ловите лисенят, да, лесят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете, вот пренебрежение мелочами, вот такими фразочками, и люди разрушают виноградник семьи, виноградник своих отношений, потому что очень часто дьявол приходит не через больших ужасных лис и волков, а вот через маленьких лисенят, ну казалось бы, мелочи, но в конце концов, вот эти мелочи губят большие отношения. И в конце, чтобы как бы не заканчивать вот на плохих словах, я вам приведу всего три фразы, которые обладают удивительной целебной силой. Три простых фразы. И первая фраза прости меня. Это два очень простых слова, но они исцеляют столько боли, от стольких проблем исцеляют, потому что уметь признать свою вину, уметь признать свою ошибку, на это способны только зрелые и сильные личности. И когда человек готов просить прощения, это говорит не о том, что он все время неправ, а о том, что он зрелый человек, признающий свои ошибки. И цель в конфликте же не переспорить другого всеми правдами и неправдами, а любить, любить и прощать. Я помню, когда у нас одна из дочек была маленькой, ее вообще было чуть ли года не два или три, ну маленькая была, она помнит, что-то на меня обозлилась и наговорила мне неприятных вещей, так прям, наговорила, маленький ребенок наговорил, и мы вся семья сидели, мы говорили, дочь, это неправильно, попроси, и там все стали говорить, Диана, попроси прощения у папы, ты неправа сейчас, и дочек сказала, не буду, тогда сказали, если ты, пока ты не попросишь прощения, с тобой мы не будем разговаривать, она говорит, ну не разговаривайте, мы не будем тебе мультики включать, ну не включайте, мы не будем с тобой играть, ну не играйте, и вот вы знаете, мне было так интересно, сколько внутренняя вредность может выдержать, когда вся семья, то есть ты ставишь себя в оппозиции, не просто папе, но всей семье, и вот вы знаете, ей было между двумя и тремя годами, и она держала блокаду где-то два дня, два дня она противостояла всей семье, все играют, она хочет играть, видно, но нельзя, все там разговаривают за ужином, она хочет тоже, но не разговаривает, потом через два дня она разговаривает, папа, прости, я была неправа, и ты знаете, и видно, доченька, я люблю тебя, ты всегда цена для меня, вы знаете, вот подчеркнуть, что ты не человек неправильный, человек хороший, ты любишь его, мы не человека осуждаем, мы ошибки исправляем, понимаете, и это не то же самое, и так важно, когда вы знаете, с детства люди учатся признавать себя в том числе неправыми, никто-то все время там виноват, я виноват, а так иначе легко жить, все всегда вокруг виноваты, еще одна наша, к сожалению, такая черта, все виноваты, все там нам жизнь портят, не то делают, Запад, Америка, все виноваты, одни мы хорошие, мы же не виноваты, что нам враги Запада приходят и асфальт портят, 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 ямы в них долбят, а потом убегают к себе на Запад, а мы утром выезжаем, дорога плохая, кто виноват, да не мы, конечно, вторая фраза тоже очень-очень важная и это не просто позитив, вы должны увидеть реальность в этой фразе, вторая фраза, у нас все хорошо, я подчеркиваю, не будет хорошо, потому что часто говорят такие слова, не переживай, все будет хорошо, и у некоторых хорошее все время находится где-то в будущем, вот всегда вот счастье там за горами где-то, и надо к нему идти, идти, всю жизнь прошел, до счастья не дошел, апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным, вы понимаете, мы думаем, что приобретение приводит к довольству, а на самом деле само довольство является приобретением, никогда приобретение к довольству не приобретут, кажется, вот приобрету, то буду довольным, вот я пока снимаю квартиру, а купим квартиру, вот будем довольными, вот купили вы наконец свою квартиру, доволен, недоволен, Почему? Квартира своя, но маленькая. Вот куплю побольше квартиру, вот тогда буду довольным. Купил квартиру побольше, доволен, недоволен. Почему? Квартира побольше, но дальше от центра. Добираться неудобно. Вот была бы еще машина к этой квартире, вот тогда бы был доволен. Через некоторое время покупают машину. Что? Доволен, недоволен. Почему? А соседи переехали из квартиры в собственный коттедж за городом. Вот если бы мы жили в своем коттедже, и у нас была бы вся маленькая земля, вот тогда бы были довольными. И нет конца края нашим потребностям. Поэтому, послушайте, если вы думаете, что ваши приобретения приводят к довольству, вы ошибаетесь. Сколько бы ты ни приобрел, всегда будет мало-мало. Приобретай само-довольство. Как? Когда ты начинаешь ценить то, что у тебя есть сегодня. Просто цени. Не будет хорошо. Сейчас хорошо. Я помню, помните, вот в последние месяцы или даже годы, перед тем, как мы приобрели свое здание, я говорил, вот если вы будете приходить на собрание и думать только о будущем, вы все упустите. Время, когда мы собираем деньги на свое здание, ничуть не менее счастливое и благословенное, чем то, когда мы переедем. Учись быть радостным и благодарным здесь и сейчас. И поэтому, послушайте, с какими бы конфликтами вы ни сталкивались, вот есть эта проблема, когда люди за деревьями перестают замечать леса, как говорят. Знай, что да, может быть не все идеально, что-то нужно менять, но цени то главное, то большое, что Бог вам дал. Не позволь мелочам, вот этим мелким ссорам, украсть у тебя наслаждение настоящим. И особенно женщины в этом нуждаются. Когда ты, не знаю почему, что может быть женщины более эмоциональны, их легче вывести из равновесия. Когда роль мужа дома, вот принести гармонию, принести покой, все хорошо. И когда у жены есть вот эта уверенность, все хорошо. То истывать легче, правда же? Очень важные слова. Ну и последнее, я думаю, вы сами догадались. Последние слова. Я люблю тебя. Наверное, самые сильные слова на земле. Я люблю тебя. Во время ссор, когда разум судорожно ищет новые аргументы, подтверждающие твою позицию, лучше не искать новых аргументов, а сказать вот эти простые слова. Я люблю тебя. И вот посмотрите, откроем первое послание Петра, третью главу. Я хочу этим местом из Библии сегодня закончить. И вот смотрите, первое Петра, третья глава, первые стихи. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. И вот седьмой стих. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницами благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. И вот что интересно, здесь написано, оказывая им честь, то же самое слово, которое используется в наших отношениях с Господом. Что значит отношение с Богом? Когда мы почитаем Его, почтить – это показать, насколько ценен Он, дорог Он, важен, необходим, и вот то же самое слово используется для супружеских отношений. Апостол Павел говорит, в почтительности друг друга предупреждайте. Мы должны уметь почитать друг друга и особо, конечно, почитать друг друга в семье. В Библии учат, что мы должны и родителей чтить, да, почитайте отца и мать. И мы должны в семье чтить друг друга и выражать свою любовь и делами, и словами. И когда есть правильное отношение, оно найдет правильные слова, отношение почтения. И когда мы поем Господу, когда мы славим Его, важно же не столько, какие стихи мы Ему поем. Это могут быть очень простые слова. И я обратил внимание, в минуту наибольшего Божьего присутствия тебе не хочется говорить какие-то высокопарные слова. Хочется говорить что-то очень-очень простое. Но ты чувствуешь, что это очень простое, оно идет где-то из самой глубины тебя. Так вот, точно так же и в семье. Не нужно какие-то придумывать вот великие фразы, как самое важное сердце. Если в нем есть вот это почтение, то самые простые слова «Я люблю тебя» будут самыми сильными и самыми проникновенными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok